Тем не менее, жизнь продолжается, несмотря на то, что уровень жизни падает. Потому что доходы населения остаются на прежнем уровне, а вот цены-то растут. Но тем не менее, хочется жить. И хочется иметь новую мебель в том числе. Где ее найти? И каким принципам необходимо руководствоваться? Ну, естественно, принципам низких цен. И вот за низкими ценами мы приехали вот сюда, на пересечение улиц Труда и проспекта Карла Маркса, Паллада. Здесь расположен филиал фирмы Фасад. Самое забавное, что эта фирма не сдулась и она сейчас не занимается перепродажей мебели. Она ее делает, при этом учитывая такие особенности, как типовую планировку квартир. Поэтому цена вопроса в редких случаях выше 20 тысяч рублей. Это за кухню. Вот так вот время расставляет все по своим местам. И нет необходимости объяснять, что сейчас выигрыши тот, кто продает больше и по меньшей цене. Потому как кое-кто и не продает вовсе. А учитывая, что подавляющее большинство мебельщиков в аренде, то сейчас не время ждать одного покупателя, чтобы получить и прибыль, и отбиться. Тем более, что покупатели такие хоть и есть, но их, как всегда, мало. Принцип работы фирмы Фасад – это глубокая кооперация с несколькими предприятиями. Большие объемы, современные материалы и низкие цены. И поэтому, даже находясь в мебельных центрах, как-то вышеозвученная паллада или универсант, что на Карломарксе 164, ну старый комплекс Зори Урала. И здесь под вывеской Фасад скрываются реальные недорогие цены. Ну вот так вот, в общем-то, теперь можно понимать, что с радостью надо не за новым гаджетом носиться, а за теми вещами, которые служат дольше. И в том, что мебель – это вещь на всю жизнь. Ничего подобного. Средний ремонт вытягивает до состояния полной разрухи, ну от 10 до 15 лет. Вот делаете ремонт или заканчиваете ремонт, и всю оставшуюся мебель, тем более, что мебель ремонт не переживет, вот куда-нибудь. Можно на свалку, как делают эти итальянцы, можно куда-нибудь на дачу или просто подарить ей соседям, если им вам шахвал нужен. Потому что реально в Фасаде сейчас такие вещи купить. Вот опять же, волосы на себе не могу рвать, только что побрился. Но когда кредит покупал в свое время кухню, она здесь есть точно такая же, кстати, за 45 тысяч рублей. Так вот я заплатил 120, ну плюс проценты, дивному банку. Ну ладно. Называется. Есть по… на чем помыслить. Здесь же, почему я озвучил цены. То есть сотовый телефон, сколько стоит хорошее? От 900 до 45 тысяч рублей, ну если это Virtu. Да Virtu там 150 полетел. Вот здесь все то же самое, вот 990 рублей. То есть полка для обуви 900 рублей. Ну вот допустим, можно и кухню купить за 15. Ну за 25 это вот такая горка замечательная. И вообще, что особенно меня радует в Фасаде, то что все делается в Магнитогорске. Вот эти все такие красивые вещи собираются, придумываются здесь в Магнитогорске. При этом цена-то совершенно оптимальная и нормальная. То есть покупая мебель в Фасаде, вот здесь вот на Карломарк 164 или в Палладе, вы не только экономите, вы еще и поддерживаете, даете работу ни одному человеку. Кстати, надо понимать, что мебель это не навсегда. К примеру, мебель не выдержит двух переездов или одного ремонта. В мебель влюбляться смысла нет. Тем более, когда дефицитом мебели и не является. В дефиците сейчас, естественно, деньги. Ну, зарплата достойная. Хотя это, в принципе, нормальное состояние человека российского. И тут с Фасадом понимаешь, что слово «кредит» это не для вас. И слово «кухня» не означает годы в банковском рабстве. Потому что даже самая крутая, с карашенными фасадами, с пневмофурнитурой и доводчиками, это либо одна ваша, либо одна семейная зарплата, если вы работаете педагогами в детском саду. Служители же Фемиды на одну свою зарплату запросто упакуют здесь всю квартиру. Потому что это недорого. Ну и вот на эту маленькую разницу и покупались иномарки, кто-то строил дилерские центры. Теперь понятно, за счет чего. Сплошное накидалово. Теперь вы реально знаете, сколько это должно стоить. То есть кухня, которая в фасаде стоит 42 тысячи рублей, если вы где-то видите за 120, ну все, плють, езжайте сюда. Она точно такая же. Крашеная, навороченная, столешница, пятая-десятая. Ну, круто все. Если где-то вам заряжают за простую кухню с ракетой, езжайте сюда, здесь ее за 20 возьмете. Если стол компьютерный у кого-то 7-8 тысяч рублей, здесь он 3-2. Ну и всякая остальная мелочь, которая даже не стоит тех денег. Она стоит ровно того, сколько вы тратите за один поход в магазин. То есть полторы тысячи, там тысячи, девятьсот рублей. Ну так вот. Вот она правда, галимая. И вот оно, огорчение на моем лице, что где-то когда-то чего-то я купил не то. За BA. И bible девятьсот рублей.